Братья и сестры, я всех приветствую. Я хотел бы сразу предупредить, что проповедь не будет соответствовать теме. И знаете, бывает же такое близко, но даже близко не будет. Не получилось себя сориентироваться, так что придется ориентироваться вам на меня. Хорошо? Ну, попробую сделать такое вступление, чтобы как-то... Ну, немножко об этой теме. Знаете, вот существует очень мудрое изречение, которое говорит о том, что для того, чтобы стать настоящим христианином, нужна вся Библия. Для того, чтобы стать настоящим христианином, нужна вся Библия. В каком смысле? В том смысле, что если мы беремся обсуждать какую-то тему, необходимо учитывать содержание всей Библии. То есть, необходима целая Библия, чтобы христианин стал цельным. Чтобы христианин стал вот таким, знаете, внутренне единым, нужна вот вся Библия. Ну вот мы с вами, как очень много говорим о Библии, и понимаем, что все-таки даже прочитать Библию нужно много времени. А дальше для того, чтобы изучить Библию, нужно еще больше времени. А вот для того, чтобы починить себя Библии, не хватит всей нашей с вами жизни. Я хотел бы предложить вот нашему вниманию изучение одной из тем Священного Писания и тема о святости или тема об освящении человека. Ну, такой я хочу предложить вам подход. Мы вместе с вами попытаемся изучить несколько ключевых отрывков Священного Писания. Вот опять сразу хотел бы предупредить, что мы не сможем охватить все мыслимые отрывки, которые говорят об освящении или о святости человека. И уж тем более не сможем узнать все, что нам нужно знать вот об этой теме. Однако вот изучение хотя бы некоторых библейских отрывков поможет нам с вами создать фундамент или даст возможность роста вот в нашем понимании того, что такое освящение, как оно воспитывается и как оно развивается. Позвольте вот еще вот так вот, забегая вперед, отметить еще одну особенность того, каким будет наше с вами изучение вот этой темы, особенно, или вот отметить особенность отрывков, библейских отрывков, которые говорят об освящении. Вот в основном вы это заметите, библейские отрывки, библейские тексты, они вот сосредоточены на учении, которое дается не в повелительном наклонении. Звучит странно, да, вот говорить о святости, говорить об освящении человека, но библейские тексты, они не будут даваться в повелительном наклонении. То есть другими словами, отрывки, которые описывают освящение, но не повелевают его, что в свою очередь позволит нам с вами сосредоточиться не на вопросе, как это делать, а на вопросе, как это делает Бог. То есть другими словами, я не смогу передать технику возрастания святости. Я не смогу передать три, может быть, пять действий, повторяя которые, вы станете святым человеком, ну это невозможно. Но между прочим, если вот говорить о всей Библии, вот мне кажется, священное писание в основном придерживается именно этого принципа. Намного больше в Библии, в Священном Писании написано о том, что делать, чем о том, как делать. Согласитесь, нас с вами очень часто, очень сильно интересует именно вопрос того, как делать. Нас с вами очень сильно интересует вопрос, ну, практических приемов христианской жизни. А большая часть Библии не говорит о практических приемах нашей с вами жизни. И нам постоянно вот кажется, что этого не хватает. Не хватает практической, практической какой-то техники. Вы знаете, мы ищем слышать то, что можно применить на практике. Вы знаете, это не недостаток Библии. Это не упущение Бога. Скорее всего, это особенность нашего с вами времени, вот быть очень практичными. И нам вот сегодня действительно очень трудно представить себе теорию без практики. То есть все, чем мы пользуемся, должно доказать себя на какой-то практике. Ну, хорошо, вот если нам так сильно, вот, или нам кажется, что нам так сильно нужны практические приемы, почему же тогда Библия больше говорит о том, что делать, а не о том, как делать? Почему вот в Библии наоборот? Почему вот нам хочется практики, а в Библии практики так мало? Вы знаете, вот в этом открывается очень интересный принцип не только содержания Библии, но и нашей с вами жизни. Вот оказывается, для нас с вами в первую очередь важно и нужно именно формирование нашего понимания. Вот оказывается, для человека, для нас с вами, особенно для христианина, в первую очередь важно и нужно формирование нашего понимания. Представляете, Библия учитывает это. Новый образ жизни, это очень интересно понимать, не возникает технически или механически. Новый образ жизни всегда возникает органически. Человек существует и развивается не как машина, а как организм. И новый образ жизни не всегда связан с методами. Я думаю, вы можете заметить на своей практике. Ну вот, может быть, книги, может быть, еще что-то, когда люди рассуждают и говорят о практике. То есть этим можно загореться, это можно попробовать, но не всегда методы подходят. Не всегда методы одинаково подходят ко всем людям, то есть Библия это понимает. Ну хотя вот тоже важно отметить, что все-таки любые рассуждения о любой теме, они обязательно включают в себя наставления, вот если будем говорить о святости, наставления к святой жизни, мотивы для проживания святой жизни и, конечно-конечно, признаки того, как это можно достичь. То есть мы с вами попытаемся обратить внимание на содержание и форму некоторых отрывков Священного Писания. Не все библейские отрывки, библейские тексты одинаково легко понять или применить на практике. Но вот наша с вами жизнь, обновляющаяся жизнь, меняющаяся наша с вами жизнь, она требует обновления ума. Она ожидает обновления разума человека или ожидает ясного понимания того, что такое Евангелие и как оно действует. Ну вот, между прочим, слово теория в нашем с вами русском языке, в английском языке, оно пришло из греческого языка, имеет следующее значение. Ну, между прочим, в античной Греции это было очень-очень большое понятие, теория – это наблюдение или созерцание. То есть что такое теория? Теория – это наблюдение или созерцание. Ну, позвольте вот отметить библейский текст, знакомый для нас с вами библейский текст, все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. То есть именно в этом смысле Библия говорит, вот читая – наблюдайте. Читая Священное Писание – созерцайте, что именно вот в свою очередь ведет к развитию новых привязанностей человека и, конечно-конечно, к новому образу жизни. Ну, поэтому очень важно вот о любой теме, о которой мы с вами говорим, очень нужно вот как-то попытаться восстановить или, правильно сказать, установить именно библейское основание. То есть если нет библейского основания, в той или иной степени в итоге мы с вами создадим свой особый собственный вид христианства. То есть любой христианин, каждый христианин, он должен быть привязан к фундаменту, который устанавливает Священное Писание. Что означает Писание? Как Писание применяется к нам? Это вопросы, которые постоянно-постоянно следуют за нами с вами. Почему? Потому что мы постоянно учимся мыслить и думать по-библейски. Ну, а теперь совсем немного вот о святости в общем. Ну, конечно, существует вот такое наиболее распространенное, может быть, очень-очень простое объяснение того, что такое святость. Ну, быть святым, что значит быть святым? Быть святым значит быть отделенным от. Быть святым значит находиться на расстоянии от. И вот мы с вами говорим, что вот что такое святость Бога. Святость Бога означает, что Он, к примеру, да, отделен от греха. Святость Бога означает, следовательно, да, как результат Он отделен от нас. Не хочу сказать, что это неправильно, ни в коем случае не пытаюсь оспаривать это. Но позвольте немного расширить то, как вот можно хотя бы понимать святость Бога. Ну, может быть, обратить наше с вами внимание еще на одну грань этого замечательного, прекрасного, глубокого понятия Священного Писания. Знаете, вообще вот с пониманием Бога у нас с вами связана определенная трудность. Вот, к примеру, если даже говорить о святости Бога, представьте себе, что вот этот вот атрибут или качество святости Творца мы с вами пытаемся объяснить или пытаемся узнать с точки зрения Творения. Или показываем чистоту Бога с точки зрения грешника. Вы знаете, это может дать только частичную перспективу, но не всю картину. Необходимо сделать еще один шаг. То есть попытаться объяснить понятие святость, ну, совершенно независимо от творческой деятельности Бога. К примеру, попытаться объяснить понятие святость совершенно независимо даже от существования человека или даже от существования ангелов, архангелов, херувимов и серафимов. Вот, если не брать во внимание человека, вселенную, как можно понимать святость Бога? Что такое святость Бога? Вот не включая вот сюда в человека. Что значит святость по отношению только к Богу? Вы знаете, вот Священное Писание очень интересно вот как-то вот открывает, показывает нам с вами Бога. Вот оно показывает и говорит нам о том, что Бог вот всегда, всегда существовал как вечная Троица. То есть Бог всегда существовал как триединый Бог. И вот в этом случае Отец, Сын и Дух Святой, вот они не могут иметь такого атрибута, который предполагает разделение или отделение от. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть если вот основное наше с вами понятие святости – это отделение от. И когда мы говорим о Боге, вот о триединном Боге, то внутри Троицы, ну простите за такой язык, не может быть разделения. В общении Троицы существуют личностные различия – Отец, Сын и Дух Святой. Но не существует разделения. Ну простите, нет расстояния друг от друга. Ну фактически мы с вами должны сказать, что верно обратное. Вот если не брать во внимание человека, Вселенную, ну и все остальное, в чем же тогда святость Бога? В чем же тогда проявляется вот этот вот атрибут или качество святости Бога? Что мы имеем в виду, когда говорим «Святой Отец», «Святой Сын» и «Святой Дух» или «Святая Троица»? Ну вы знаете, вот здесь не то, чтобы мы можем добавить, но скорее опять вот расширить понимание святости Бога. И когда мы говорим о святости Бога, вот только смотря, наблюдая за Богом, вы знаете, мы имеем в виду совершенную и чистую преданность, посвященность каждой из этих трех личностей двум другим. Абсолютная, постоянная, чистая и полностью выраженная преданность или посвященность. Знаете, вот как только мы с вами поймем или как только мы с вами вот учтем вот эту вот грань святости Бога внутри Троицы или вообще и не Троицы, для нас с вами, как для людей, ну простите, открываются целые горизонты. Горизонты того, что значит наша с вами святость. Мы в трепете начинаем понимать, что святость человека – это не что-то механическое. Святость человека – это не что-то формальное, ну или то, что связано с соблюдением каких-то формальностей. Святость человека – это не юридическое, не то, что связано с законами или правилами. Святость человека – это не то, что основано даже на производительности. Святость – это личное. Святость – это личное. В некотором смысле, вы знаете, святость человека, который говорит Библия, который призывает Библия – это способ показать любовь человека к Богу. Святость – это сила преданности человека Богу. Это сила посвященности человека Богу. Ну, проще говоря, это означает быть полностью Его. Быть святым – значит быть полностью Его. Быть святым – значит быть полностью Бога. Вы знаете, когда все, что мы делаем, чем мы обладаем, оно принадлежит Ему. И мы строим нашу с вами жизнь на этом основании. Ну вот, между прочим, интересно даже себе представить, что когда мы читаем книги Ветхого Завета, вот именно такое значение святости можно усмотреть в этих книгах. Вот когда мы читаем книги Ветхого Завета, очень интересно, вот только представьте себе, вот оказывается святыми могли быть неодушевленные вещи. Вот святыми могли быть неодушевленные вещи. Литургические принадлежности с киней и затем храма. Вот начиная с жертвенников и заканчивая вилками, ножами, сосудами, они были полностью посвящены Господу. Их нельзя было использовать для других целей. То есть они вообще не существовали для других целей, ни для одной другой цели, кроме как служить Богу во имя Его славы. А следовательно, быть святым или быть освященным означает быть полностью посвященным Богу. Что теперь, я думаю, нас с вами ведет к следующему вопросу. Хорошо, возможно ли это для нас? Может быть, для неодушевленных предметов, но немного проще. Их поместили в храме, их поместили в скинии, да, и больше никуда их не выносят. Но возможно ли вот такое посвящение для человека? А мы понимаем, что вот смотрим-ка на свою жизнь, мы понимаем, что как все-таки далеко нам до святости. И чем яснее понимаем, что такое святость, тем острее чувствуем недостаток святости в своей жизни. Есть ли у человека надежда? Ну, позвольте процитировать слова одного из христианских проповедников еще 19 века. Ну, вот как-то остались эти слова его молитвы. И вот в молитве он говорил следующее, Господи, сделай меня святым, настолько, насколько и может стать прощенный грешник. Господи, сделай меня святым, вот настолько, насколько и может стать прощенный грешник. Ну, я думаю, как христиане мы разделяем именно такое желание. А вот если бы нам с вами предоставилась такая возможность поговорить о святости с апостолами Господа Иисуса Христа, вы можете как-то быстро сориентироваться и найти того апостола, с которым вы бы хотели поговорить о святости. Мне кажется, лучше всего об этом можно было бы поговорить или спросить Петра, не так ли? Когда дело доходит до недостатка святости, конечно, Петр, именно тот апостол, с которым большинство из нас могут очень легко сравнить себя. А может быть, по сравнению с ним, там, Иоанн или Павел, они кажутся, ну, больше стабильными. Петр чаще спотыкался, Петр серьезнее ошибался, ну, или, по крайней мере, именно о его падениях мы знаем больше. Ну, как и Петр, братья и сестры, мы с вами начинаем нашу христианскую жизнь с надеждами, да, с большими надеждами, с такой уверенностью, что даже если все от Тебя отрекутся, Господи, я никогда не отрекусь. То есть это был Петр, и это иногда в нашей жизни именно вот мы с вами. Вы знаете, вот что интересно, вот когда Священное Писание говорит об этом человеке, показывает характеристику этого человека или жизни этого человека, да, оно показывает его недостатки, вот тут самое большое, о котором часто говорят, это отречение от Господа, но все-таки, братья и сестры, согласитесь, что Библия говорит не только о недостатках жизни апостола Петра. Каким бы ни было тяжелым отречением от Христа, Библия говорит о том, что он был восстановлен. И так ли? Библия говорит о том, что Петр был восстановлен, трижды отрекся от Христа и был восстановлен. Больше того, его жизнь продолжала движение вперед. Он стал одним из служителей в раннехристианской церкви. Вот я хотел бы предложить, как вот этот вот первый библейский текст, мы сегодня только обратим на него внимание, может, когда Бог позволит, изберем, изучим этот библейский текст. Вот давайте мы послушаем апостола Петра, тот, который много ошибался, тот, который был восстановлен. И вот что бы он сказал нам о святости? Это будут первые семь стихов его первого послания. Первые семь стихов первого послания Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вы знаете, вот церкви, которым писал апостол Петр, они были расположены вот на территории современной Турции. И вот получатели этого письма, то есть почему писал апостол Петр свое послание, вы знаете, вот они как христиане столкнулись с враждой мира, с враждой мира, за которой пришло преследование. И так Петр пишет именно тем христианам, которых преследуют. Вот если бы вы писали письмо людям, верующим, тех, кого вы знаете, тех, кого преследуют, как бы вы начали? Вполне возможно, может быть, мы бы с вами начали со слов сочувствия. Посмотрите, как начинает апостол Петр. Интересно, вот он напоминает или начинает с напоминания о том, кто они в Иисусе Христе. То есть другими словами, на главный вопрос получателей письма, вопрос вражды мира, Петр начинает отвечать напоминанием о том, кто они. Знаете, вот мне кажется, братья и сестры, в таком подходе немаловажную роль занимает опыт апостола Петра. То есть он говорит, мы не пойдем сейчас с вами к вражде, к миру, который ненавидит вас. Он говорит, позвольте вот из моего опыта сказать вам о чем-то, сказать вам то, что вам очень-очень пригодится. Вы знаете, вот Петр на собственном опыте, скорее всего, он понял, что при столкновении с проблемами, при столкновении с трудностями, вы знаете, что вот наиболее важным вопросом является не размер проблемы, или размер трудности, с которой вы столкнулись, наиболее важным вопросом остается характер человека. Характер человека, который столкнулся с этими трудностями. Ну, давайте вспомним его жизненный опыт. Вы знаете, у него очень-очень горький опыт, я думаю, он всю жизнь помнил, как вот он находился в нескольких метрах от Иисуса, когда Христу грозило это распятие, но сам не выдержал простого вопроса, простой служанки. То есть, независимо от того, с какой проблемой вы столкнулись, большая или маленькая, Петр понимает, немаловажную роль занимает характер человека. Для того, чтобы как-то вот ответить на этот вопрос, он пишет следующие слова, он говорит, подумайте о том, кто вы, братья-сёстры в Турции. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифине. Итак, кто вы, избранные по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа? И вот здесь начинает работать наше с вами понимание. То есть, мы слышим библейский текст, мы слышим обращение апостола и начинаем думать, и пытаемся понять, что же хочет сказать нам апостол. Хорошо, первое мы слышим об избрании по предведению Бога. Но сегодня избрание очень сложная тема, очень-очень спорная тема. Но, однако, о чём может сказать нам с вами избрание Бога? Вы знаете, избрание Бога, в первую очередь, прежде всех споров, разногласий, должно говорить нам с вами о любви Бога. Избрание Бога, в первую очередь, говорит о любви Бога. То есть, Пётр говорит, мы не искали Его. Он искал нас. А Пётр говорит, что у нас не было таких заслуг, на которые Бог бы обратил внимание. Он говорит, что мы не искали Его. Он искал нас. Он подумал о нас даже тогда, когда нас ещё не было. Дальше, в чём смысл любви Бога? Чтобы быть освященными Духом. Или, как мы с вами говорили, отделёнными. Но опять с какой целью? С целью нашей преданности Христу. С целью нашего послушания Христу. И могли бы спросить сразу апостола Петра, Пётр, а это интересная жизнь, о которой ты говоришь? Вы знаете, он отвечает интересными словами. К послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Вот что значит быть окроплённым кровью Иисуса Христа? Вы знаете, братья и сёстры, это наслаждение жизнью человека в общении с Богом. Да, Пётр говорит, это прекрасная жизнь. Это замечательная жизнь, потому что человек наслаждается общением с Богом. Ну, представьте, это только первое предложение всего его послания. Вы знаете, вот подсознательная логика апостола заключается в том, что, сталкиваясь с испытаниями, он говорит, как бы, не теряйте из виду, кто вы, и для чего вы существуете. То есть, если для вас это ясно, вы будете двигаться вперёд. Забудьте об этом, запутайтесь в этом, и вы упадёте. То есть, причина почему? Знание о том, чей вы, кто вы, для чего вы, решает основные вопросы того, как вы живёте. Знание, кто вы, чей вы, для чего вы, решает основные вопросы того, как вы живёте. Ну, позвольте к этому напомнить иллюстрацию из книг Ветхого Завета. А помните Моисею горящего куста. Во время его встречи с Господом возникли именно эти два вопроса. То есть, в ответ на слова Бога, когда он слушал то, о чём говорил Бог о себе, Моисей спросил, спрашивает, кто ты, как имя Твоё. А в ответ на призыв Господа, он говорит Господу, кто я. То есть, те же самые вопросы, Господи, кто ты и кто я. А всё, что следует, оно зависит от ответа на эти вопросы. Всё, что следует, зависит от того, как мы ответим на эти вопросы. Кто мы и кто Бог. А, конечно, нам не сравниться с Моисеем, и, может быть, не пытаемся, с Петром. А наши с вами биографии, они пишутся маленькими буквами. Однако, поверьте, те же самые вопросы имеют первостепенное значение и для нас. То есть, мне очень нужно ясно понимать, кто и чей я, и для чего я в Иисусе Христе. Я думаю, именно этому здесь учит апостол Пётр. Именно учит отвечать на эти вопросы. Он говорит, если вы верующий человек, вы избраны по благодати, возлюблены отцом ещё дашего рождения. В вашем христианском опыте вы освящены духом для того, чтобы вы могли стать послушным и спасителю, пролившему за вами свою кровь. Ну, немножко вот о значении этого освящения. Итак, вот в Ветхом и Новом Завете язык освящения содержит идею посвященности какой-то особой цели удерживать от обычного использования, относиться с особым вниманием. Вы знаете, вот говоря об освящении, можно подумать ещё вот и о следующем. Ну, вот, к примеру, вспомните, вот, примеры использования слова «зарезервировать» или «зарезервировано». Ну, очевидным примером может быть, ну, допустим, стол в ресторане, или, может быть, вот на Брачном Пире у нас вот такое бывает, да, когда мы проходим, и написано, что там для родственников, для друзей или для кого-то ещё, да, то есть вот подумайте, ну, к примеру, вы пришли в ресторан, да, вот ищите столик, и на столике написано «зарезервировано». Вот если вы в ресторане, и даже если нет других свободных мест, вы не можете сесть за стол с пометкой «зарезервирован». Этот стол, эти места хранятся для кого-то другого. Я думаю, это то, что означает освящение. То есть Бог накладывает свой знак. Бог накладывает свою печать зарезервированно. Вот именно так было с сосудами и принадлежностями храма. То есть стали святыми или стали зарезервированными для Бога. То есть мы принадлежим ему никому другому, даже не самим себе. То есть мы становимся посвященными Богу. Вы знаете, далее, читая книги Ветхого Завета, можно сделать еще одно предположение. Вот в понятии святости сокрыта еще одна прекрасная, мне кажется, идея. Идея яркости. Вы знаете, идея сияния или идея яркого света. Вот между прочим, вот вспомните книги Ветхого Завета. Святость и свет очень часто ассоциируются вместе, не так ли? Все, что свято, передает это ощущение света. А между прочим, свет святости, он раскрывает тьму человека. Вы знаете, поэтому присутствие Бога или ангелов вызывает чувство страха, чувство неприступности. То есть это такое ослепительное сияние, которое слишком ярко для человека. И вот поэтому, когда мы думаем об этом, думаем о том, что Священное Писание говорит о святости, связывая святость и свет. Мы прибавляем еще одно значение или как-то рассматриваем святость поглубже, пошире. То есть не только принадлежность к Богу, не только отделен от, не только расстояние от того, кем мы были, братья и сестры, но влияние Бога. То есть быть святым, это значит находиться под влиянием Бога. Это значит становиться более и более похожим на Него. И вот в этом смысле святость и означает отделение от всего греховного. Конечно, конечно, отделение от всего греховного, оно обязательно подразумевает новое сияние в жизни человека. Ну, это очень хорошо, когда мы не обнаруживаем этого в себе, однако мы можем это обнаружить в жизни других людей. И мы можем верить, что уж если это истина в жизни других людей, то это верно в отношении нас с вами. Я напомню некоторые библейские тексты, может быть, их, знаете, легко пропустить, легко немножко недопонять в старом русском языке. Но вот эти несколько библейских текстов, которые показывают святость и именно красоту. Святость и красота, как они связаны вместе. Ну, это первая книга про Липоменон. И там написано, это 16 глава, написано, что это был самый первый псалом Давида, который он написал. Вот посмотрите, в 29 стихе он призывает людей к следующему. Воздайте Господу славу имени Его. Это первое про Липоменон, 16, 29. Возьмите дар, идите пред лицо Его. Вот смотрите, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Что такое благолепие святыни Его? Ну, благолепие в русском языке это величественная красота. То есть Давид думает о святости Бога и говорит, поклонитесь Богу. Вот почему? Потому что у него есть эта величественная красота святости. Давайте еще один библейский текст посмотрим. Книга Псалмов, 28 Псалом, 2 стих. Воздайте Господу славу имени Его. Вот смотрите, опять поклонитесь Господу, только уже немножко в другом, в благолепии святилища Его. То есть теперь благолепие не святости, а благолепие святилища. То есть мы с вами представляем, что все-таки скини или храм, они были очень-очень красивыми. Почему они были красивыми? Потому что святость и красота, они в Библии связаны вместе. К сожалению, вот сегодня святость иногда приобретает такой негативный оттенок. Мы говорим «святой человек», да, в кавычки ставим это слово. Когда мы говорим о человеке в кавычках, вот «святой», то мы понимаем, что создается атмосфера. То есть я лучше, чем ты, или ты не такой, как мы. А вот если ты этого не сделаешь, то ты и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, братья и сестры, вот что вот есть святые люди, в присутствии которых не очень приятно находиться, а иногда хочется убежать. Напротив, Священное Писание учит, что святость возвращает нашу жизнь красоту. Святость возвращает нашу жизнь привлекательность характера человека. Святость возвращает нашу жизнь красоту характера, красоту характера, для которой люди изначально были созданы. Красота характера, которая была сильно испорчена грехом. Таким образом, Библия говорит еще и о красоте святости. Братья и сестры, поэтому вот в храме, в скине все было красиво. И вот эти художники, они должны были сделать все очень-очень красивым. Вспомните слова Давида, он как-то это понял, да. Но вот знаете, вот мы сегодня живем, может быть, как-то, не знаю, осуетились или что-то. Но почему мы так сегодня не думаем, как думает Давид? Вот мы иногда думаем, что Ветхий Завет это что-то такое, знаете, ну, древнее, такое сухое, непонятное, знаете, неинтересное. Вот вспомните слова Давида, мы с вами этот библийский текст знаем. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей. Что мне делать в Доме Божьем?» Он говорит, я хочу созерцать красоту Господню. Почему Давид видел красоту Бога? Почему Давид хотел созерцать эту красоту Бога? То есть как вообще в Ветхом Завете можно было говорить так о Боге? А вот говорили люди так о Боге. Потому что Бог по-настоящему красив. И мы с вами делаем еще один шаг и говорим, а вот когда Он делает нас своим достоянием, когда красивый Бог делает нас своим личным достоянием, ну, конечно, будет отражение красоты Его, святости начнут проявляться в нас. Ну, братья и сестры, я уже заканчиваю. И даже вот этих вот деталей, я думаю, вполне достаточно для того, чтобы понять, что святость для освящения, вот если говорить о ней по-библейски, это скорее работа, которую совершаем не мы. А святость для освящения – это работа, которую совершает Бог. То есть что Он делает? Это Его работа, чтобы отделить свой народ от того, кем мы были по природе во грехе. То есть что такое освящение? Бог создает дистанцию, расстояние между тем, кем мы с вами когда-то были во Христе. А что делает Бог? Бог преобразовывает свой народ так, чтобы наша жизнь отражала Его существо и характер. А вот почему в Священном Писании тема об освящении человека занимает одно из центральных мест. Бог восстанавливает в нашей жизни образ для отражения, к которому мы были созданы. Ну вот если подумать так об этом, знаете, ну просто для себя, я думаю, вот если это действительно так, если Библия действительно говорит об этом, вот вообще понимание того, что такое освящение, оно вызывает, с одной стороны, трепет, с другой стороны, похвалу. То есть мы понимаем, что вот эта работа Бога, она настолько удивительна в человеке, насколько и трудна. Настолько удивительна, насколько и трудна. Если вы когда-то задумывались, ну почему вот христианская жизнь оказывается иногда очень трудной, почему многие люди, которые обращаются из мира в христианство, в конце, в последующем говорят, что ну я думал, что у меня было много проблем. Вот когда я стал христианином, я теперь знаю, что у меня точно много проблем. То есть что происходит, вот ответ, Бог изменяет нас, Бог изменяет нас в свой образ, Бог делает нас более и более похожими на Него. То, конечно, есть и похвала. То есть если Бог изменяет нас таким образом, чтобы отразить чистоту и славу Его Сына Иисуса Христа в нас, в грешных людях, тогда, конечно, несомненно, мы захотим воспеть Богу хвалу и благодарность за такую великую привилегию. Пусть Бог благословит нас с вами. Аминь.